МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Вот вы спрашиваете, искренен ли я? На самом ли деле я люблю участников всех наших концертов? Отвечаю, искренен на самом. Дело в том, что концерт – это единое целое, и я его часть. И чем лучше будут воспринимать представленных мною артистов, тем лучше будут воспринимать меня. Разумный эгоизм, как говаривал Николай Гаврилович Чернышевский. Люблю, всех люблю и поражаюсь сказочной красоте Татьяны Васильевны Дорониной, Поющий горчайшую песню Навеллы Матвеевой. Любви моей ты боялся зря, Не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, Встречать улыбку твою. И если ты уходил к другой, Или просто был неизвестно где, Мне было довольно того, Что твой плащ висел на гвозде. Когда же наш мимолетный гость Ты учался новой судьбы ища? Мне было довольно того, Что гвоздь остался после плаща. Теченье дней, шелестенье лет, Туман, ветер и дождь, А в доме события страшнее нет, И стенки вынули гвоздь. Туман и ветер, и шум дождя, Течение дней, шелестенье лет. Мне было довольно, Что от гвоздя остался маленький след, Когда же и след от гвоздя исчез Под кистью старого маляра. Мне было довольно того, Что след гвоздя был виден вчера. Любви моей Ты боялся зря, Не так я страшно люблю. Мне было довольно Видеть тебя, Встречать улыбку твою, И в теплом ветре ловить опять, То скрипок плачь, То летавров медь. А что я с этого буду иметь, Того тебе не понять. А что я с этого буду иметь, Того тебе не понять. КОНЕЦ Встреча со зрителями – это жанр. И как произведение любого жанра, она может быть талантливой, душевной или такой, как показывают в своем капустном номере мастера Андрей Миронов и Александр Ширвиндт. Меня, как кинорежиссера. Ты мне мешаешь. Часто спрашивают, что я сейчас снимаю, над чем я, грубо говоря, сейчас работаю. Снимаю я сейчас. Ты успокоишься или нет? Ты мне мешаешь, понимаешь? Повесь их вниз. По одной так, по одной. Так ты улетишь. Ты успокоишь меня, взрослый парень? Успокойся. Снимаю я сейчас киноэпопею. Ага, вот. Только этого нам тут не хватало. Снимаю я киноэпопею «Тысяча и одна ночь». Всего мечтаю отснять 87 серий. Это сейчас модно, товарищи, грубо говоря, денежно. Это шутка. Ну, еще о масштабах моей ленты. В батальных сценах использую все мужское население. Снимание средней полосы России. Прежде всего, вы все хотите знать, кто же у меня, так сказать, будет сниматься в центральных ролях. Да? Угадал, да? Угадал. Стесняется. На Свердловской киностудии, знаете, случайно, буквально отрыл, понимаете? Буквально, так сказать, как-то откопал вот это. Это еще молодое, свежее, так сказать, дарование. Это... Господи, господи. Да я помню, господи. Это Витя. Витюша, Виктор. Поскромнее, поскромнее, поскромнее. Я думаю, что несколько слов Сережа сам скажет о себе. Говори, дорогой, встречайся. Все, что наболело, все, что тебя творчески, так сказать, греет. Все, давай прямо. Витя. СМЕХ Чё тебя так свело-то всё? Расслабься так, свободно. Ага, и общайся. Расслабься так, свободно. Расслабься так, свободно. Расслабься так, свободно. Нас часто спрашивают, говорят, так сказать, вот такой интересный объём большой работы. Ты успокойся. Расслабься так, свободно. Расслабься так, свободно. Расслабься. С буковками. Расслабься так, свободно. Купание рабынь. Расслабься так, свободно. Расслабься так, свободно. В нём дойдут не все. Юлий Ким поёт на вечере памяти Владимира Высоцкого свою песню на мелодию Булата Акуджавы. Бог помощь поёт Ким, и незримый Пушкин летает над сценой. В 78-м году у меня возникло острое желание как-то посидеть вместе с Владимиром Семёновичем и с Булатом Шалычем. Это желание было настолько острым, что я придумал песню, приглашение. Для того, чтобы она подействовала сильнее, я стащил почти всю музыку у Булата Шалыча, а припев у Александра Сергеевича. И я сочинил это приглашение. Дорогой Булат Шалыч, а также Владимир Семёнович, как живётся, здоровится вам в наши светлые дни. Ничего, помаленечку, как говорится, Бог помощь. Бог помощь вам, друзья мои. Бог помощь вам, друзья мои. Бог помощь вам. На гитаре, играем на сцене, на пищей машинке. Вроде врозь, а с другой стороны, вроде как в унисон. Всё пытаемся, пробуем, ловим на слух по старинке. Глагол времён. Металлозвон. Металлозвон. Бог помощь вам, друзья мои. Бог помощь вам. Но мне всё-таки жаль. Извините, Булат, за цитату, что никак мы не встретимся на перекрёстках Москвы. Пять минут на такси, две копеечки по автомату. Но, увы, я ужасно жалею, не знаю, как вы. Посидели бы, как бы попили, а как бы попели. Но не вышло, не выйдет. Поскольку по нашим часам слишком мы опоздали. Приходится гнать на пределе. Потому и не выйдет. Мне жаль, я не знаю, как вам. Потому и спешу. И к тому все слова и мелодия, Что я очень спешу Объясниться вам в нежной любви. Я люблю вас, Булат. Я люблю вас, Володя. Бог помощь вам. Друзья мои, Бог помощь вам. Друзья мои, Бог помощь вам. Бог помощь вам, друзья мои, Бог помощь вам. Театральный институт неприступный, как редут. Все актёры брали этот редут по-своему. Потом очень смешно об этом рассказывали. Как Валерий Золотухин. Но брать-то было нелегко. И я как был в шляпе в шароварах, так и вкатился. Профессор на меня глянул, говорит, ой, отойдет мне. Дальше, 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 парень ходи, дальше. Ты, говорит, что, с гор спустил, что ли? Я говорю, да почти. С предгорей. С каких? Я говорю, с алтайских. А зачем? Я говорю, как зачем? На артиста поступать? Да, как интересно. А что ты умеешь? Я говорю, да всё. Как всё? Я говорю, да так всё, мать таким родила. Я виноват, что... Она меня с пяти лет за ногу на крылечке привязывала и уходила в поле работать. Отец воевал. Я говорю, привяжи, ты по неволе запоёшь. Я говорю, я и запел. С пяти лет, я говорю, пел до посинения. За это люди давали мне, кто стакан молока даст, да, кто пирожок какой даст, кто яичко какой даст. Я говорю, может, и давали для того, чтобы я замолчал, но просто жалели парничку. Ну, ладно, говорит, спой мне. Спой. Я говорю, чё? Ну, русскую народную песню, знаешь, какую. А я знал из-за острова на стреже. Первый куплет. И там, где стенка девушку, значит, выкидывает. Спел два куплета, не останавливает. Заслушался, видите ли. Я думаю, батюшки. Какого же Лазаря мне дальше-то запевать? Я текста-то не знаю. Разворачиваю по-быстрому оглобли и снова пою первый куплет. А сам думаю так, думаю, сейчас не остановит. Я эти два куплета по кругу буду ходить вот так вот. Как кот учёный у лукоморья. Где-нибудь я ему надоем, верно? Не может, он меня одного слушает. Действительно, он меня остановил. Ладно, говорит, ладно, хорошо, хорошо. А басню, знаешь, а басню я учил в поезде на этих своих мешках. Да, видать, не доучил. Начал читать и забыл. Честное слово, стою реву, причём чувствую, что слёзы такие горючие, кожу прожигают, потому что я четверо суток не ел. Так я же и не умывался четверо суток. А профессор говорит, ты не люби, Москва Селезан не верит. Ты, говорит, своими словами объясни. Расскажи, что там у медведя с зайцем, чем дело закончилось в басне. Шутите вы своими словами стихотворный текст. Я начал своими словами, у меня ещё три зверя припуталось каким-то образом. Профессор понять ничего не может, зажмурился, говорит, слушай, парень, плюнь ты на этот засад, не разберёшься со всерёным. Плясать умеешь? Ах, да, ты сказал, что всё умеешь. А ну-ка, играйте ему русскую. Ну, заиграли мне русскую, стал я плясать уж, как умел. И тут случилось самое неожиданное, что меня, конечно, спасло в этой авантюре. Этот профессор сидел, сидел, вдруг, как кинется ко мне в круг из-за стола. И давай вокруг меня, значит, лет плясать. Я думаю, он что, дед, засиделся в Москве-то, что ли? Причём он, значит, пляшет и подначивает. Чистушки, знаешь, я говорю, чего? Я думал, я слышался. Думаю, господи, какую глупость спрашивать. В деревне розыгры, ясное дело знаю. Он говорит, пой. Но я вам тех чистушки петь не буду. СМЕХ У экранов телевизоров могут несовершеннолетние попасться, зрители. Одну спою, чтобы вы имели представление. Хулиган я, хулиган, да хулиган я временно. Да не скажу, в какой деревне есть мужик, берега. СМЕХ 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 Ещё? СМЕХ СМЕХ Рвать друг друга, не тянуть на себя одеяло. Точно, безупречно работают Наталья Назарова и Юрий Богатырев. Ну и материал превосходный. Воистину сатирическое стихотворение Агнии Барто. Вышла Леночка на сцену, шум пронесся по рядам. Ай, детей, сказала Лена, я привет вам передам. Да, Лена в день восьмого морта говорила мамам речь. Всех растрогал белый фортус, бомб, локоны до плеч. Не нарадуется мамы, да чего она мила. Лучшим номером программы эта девочка была. Как-то в зале райсовета депутаты собрались. Лена, девочка с букетом, вышла к ней из-за кулис. Лена держится так смело, всем привет передает. Ей знакомо это дело, выступает третий год. Третий год зимой и летом появляется с букетом. То придет на юбилей, то на съезд учителей. Ночью Леночке не спится, днем она не пьет, не ест. Ой, другую ученицу не послали бы на съезд. Говорит спокойно Лена, завтра двойку получу. У меня районный пленум, я приветствие учу. Лена, девочка с букетом, отстает по всем предметам. Но когда учится ей, завтра снова юбилей. Скачки на снегоходах. Темпераментная песня Владимира Мигули на стихи Андрея Дементьева. Каскадеры в исполнении зажигательных землян. Солисты Сергей Скачков и Игорь Романов. Игорь Романов. На крутых поворотах машину бросает в кювет. Снова дух забирает, но прекрасней профессии нет. Прыгну в реку с моста и пройду сквозь огонь. Над ущельем картица промчится мой конь. Каскадеры, каскадеры, пусть живет у нас романтика в сердцах. Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного в гостях. Это наша судьба, жить не можем иначе. Мы добро защищаем, рискуя преследуем зло. Если бы в жизни бы наши, так же нам бесконечно везло. Снова съемка в погоне и риск без конца. Каскадеры, каскадеры, пусть живет у нас романтика в сердцах. Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного в гостях. Это наша судьба, жить не можем иначе. Каскадеры, каскадеры, пусть живет у нас романтика в сердцах. Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного в гостях. Это наша судьба, жить не можем иначе. Начал с объяснения в любви всем участникам наших концертов, им и закончу. Только добавлю и вас, дорогие зрители. И да здравствует любовь, ваш пылковлюбленный Эдуард Эфиров. Субтитры создавал DimaTorzok